Всем привет! Это канал о вязании Аза Леонитин и я Вера. В этом видео я хочу показать вам интересную книжку по вязанию игрушек спицами, а также попробовать связать по ней маленькую лягушку. Здесь не будет мастер-класса, а я просто покажу свою работу на разных этапах и поделюсь впечатлением о том, понравилось ли мне их взять по этой книге. Вот такое вот у меня будет упражнение. Есть маленький клубочек у меня зелененький. Люблю зеленый цвет в последнее время. И вот такую книжку я взяла в библиотеке местной Needs for Kitties. Тут наклейка загородила название. 25 связанных схем для кошачьих игрушек, для кошек. Смотрите, как мило. Автор Сара Элизабет Келнер. Книга на английском языке, мы живем в Америке, поэтому все на английском языке. Ну, игрушки вот эти маленькие, я считаю, не только для кошек подходят, но и просто для детей или положить как сувенирчик на стол, допустим. Вот автор. Вот у нее есть кошка, и она придумала для нее игрушки. Вот посмотрите, сколько тут игрушек в книге. Сразу все представлены. Я хочу лягушечку вот эту связать. А есть еще и побольше. Вот мишка. Мишка, кстати, для ребенка замечательно будет. Сладенький пончик вот. Ну, дальше животные, мышки, кузнечик, пирожные, насекомые, цветы, птичка, паучок, бабочка. Ну, в общем, на любой вкус. Замечательное оформление книги. Есть котик и рядом вязаная игрушка. Вот мышка здесь. И как кошки играют с этими игрушками? Вот тут мышка. Дальше пончики пошли. Мишка. Мишка вот даже и для ребенка, я считаю, подойдет. Вот он, мишка. Ступенька там у них получилась на полоске. Дальше гусеница. Птичка. Грибочки. Вот грибочки какие. Совершенно очаровательная книжка и фотографии. Замечательные пчелки. Вот. Играют с пчелками. Ну, вот для любителей животных просто замечательно связать такие вот игрушечки для своего питомца. Улитки. Даже кузнечик. Вот это я вообще не представляю такие сложные вот придумать кузнечика. Варежки. Ну, варежки это как декоративные, то есть они на лапки не надеваются, а просто вот играть. Шарик. Ну, шарик это просто. Дальше цветочек от репейника какого-то. Такие вот подушечки в виде кошачьей головы. Бабочки. Пирожные. Как игольницу можно, наверное, использовать такую подушечку. Вот он, блесна, наверное. Поплавок. Не знаю. Ящерицы. Еще ящерицы. Вот паучки. Вот лягушечки. Хочу лягушку связать, попробовать. К нам тут недавно во двор забрела лягушка. Я вдохновилась, решила связать любые лягушек. Вот креветки. Стрекоза даже есть. Божьи коровки. Вот они разноцветные. Ну, это хвостик raccoon tail. Это хвост енота, но это мне не очень нравится. Цветочек. Ну, а дальше уже пошли условные обозначения и информация по вязанию, как вот вязать тот или иной элемент. Тут набор петель. Бамбуковые спицы рекомендуется использовать. Ну, вот тут вот как, что? Швы, вышивки. Но больше всего меня умилило то, что здесь даны фотографии каждого котика, который участвовал в съемках до этой книги. Указана кличка и порода. Это просто вот очень мило. Вот они, котики. Такая интересная книжка. И я спицами игрушки не вязала. И вот взяла в библиотеке попробовать. Книжка новая. Ну, вот тут какой год? Год издания. 2016. 2016 год. Вот копирайт. Я спицами игрушки не вязала. Вот хочу попробовать. Увидим сейчас, получится у меня что-нибудь или нет. Хотя нет, вру. Я связала одну игрушечку. Among Us. У меня, правда, длинные ножки. Я тут из головы взяла схему. Так, попробовать, как вообще спицами. Ну вот, получилось. Набрала 6 петель на чулочные спицы. Здесь вот убавка у меня сделана. 6 убавок. В общем, этот Among Us ерунда, конечно. Я хочу развивать это направление. Попробовать вот лягушку. В книге сказано, что нужно использовать 4 спицы. На 3 спицы набирать и 1 вязать. Ну, вот и набрать нужно 6 петель на 3 спицы. Ну, вот я сначала на 1 набираю. Это 2, 3, 4, 5, 6. Так, ну и седьмая у меня будет для замыкания в кольцо. Все это дело надо распределить на 3 спицы. По 2. Сейчас я быстренько это покажу. 2. Дальше на вторую опять 2. Ну, и третья у нас остается с тремя петлями. И теперь мы вот так вот все это будем замыкать в кольцо. В кольцо я замыкаю обычно так. Неудобно, конечно, с таким маленьким количеством петель работать. Итак, я первую петлю снимаю, одеваю сверху на нее. Так, расслаиваются у меня пряжи. Ну, вот, одеваю сверху предыдущую петлю. Подтягиваем обе нитки кончика основную нить и возвращаем на место эту петлю. Все, у нас на список 6 петель. Теперь можно уже вязать. Берем четвертую спицу. Ну, и по схеме надо там вязать первый ряд все петли лицевые. Удобно при этом, сейчас я возьму счетчик рядов использовать. Вот первый ряд все лицевые. Я не буду давать полностью схему здесь приводить, чтобы не нарушать авторские права автора книги. Там написано копирайт. Это все 2016 год. Нельзя воспроизводить текст книги. Но я проверю. Проверю, опробую схему и скажу, удачна она или нет, на мой взгляд. Итак, одну спицу провязали. Теперь вторая спица пошла. Третья петля, четвертая. Ну, последняя спица, пятая петля и шестая у нас будет. Пять, пять, шесть. Ну вот, первый ряд я связала. Так, второй ряд. Здесь мы делаем прибавки. На мой взгляд, здесь удобнее всего это сделать вот такой перекрученный накид. Затем провязываем две лицевые. Одна и два. Дальше переходим на следующую спицу. Опять у нас прибавка, перекрученный накид. И дальше две лицевые. Неудобно. Вот мне вязать, конечно, с непривычки. Я игрушки обычно крючком вяжу. Ну, вот тут решила попробовать как-то то пряжа расслаивается, то еще что. Вот у меня акрил самый дешевый. Так, вот две петли провязали. И осталась последняя третья спица. Опять делаем прибавку. Вот она. И две лицевые. Перекрутилась спица. Вот. Так, одна лицевая. И вторая. Со скрипом, со скрипом у меня идет. Первые ряды самые тяжелые всегда. Вот уже девять петель у меня получилось. Это мы второй ряд связали. Сейчас буду вязать следующий ряд. Третий. Ну, там все лицевые будут. Хотя нет, все равно прибавка была. Прибавка. Ну, я не даю здесь схему, не показываю. Просто вот, чтобы вы имели представление, если вы не вязали игрушки спицами, как это делается. Вот так вот берутся чулочные спицы. И с малого количества петель начинается постепенно с прибавками вот их увеличение и вязание. Опять у меня тут пошли прибавки. 12 петель уже на спицах. Ну, и таким образом я продолжила работу. Связала 20 рядов. И вот что у меня уже получилось. Цвет сменился у меня. Для глаз такие вот штучки, шишечки. А вот она и лягушка. Дальше уже там убавки пошли. Я уже набила там частично наполнителем. Такая вот получается голова и тело. Сейчас уже надо начинать задние ножки. Там разделить на две части и будут две ножки. Смотрите, вот что у меня получается. Такая лягушечка. Здесь вот нога длинная. Вот она идет сначала. Пять петель по кругу вяжется. Потом четыре айкордом пошло. И потом поворотными рядами завершается ступня. И нужно вот так вот согнуть и подшить ее в таком положении. К туловищу пришить вот так вот заднюю ножку. Очень такая кропотливая работа. И то же самое сделать с другой стороны. Потом вышить глазки и связать передние лапки. Ну давайте посмотрим, как я справлюсь сейчас с этой задачей. Все, настал момент истины. У вас пришла одна секунда. Я же тут потратила довольно много времени, но связала. Связала эту лягушечку. Жалко было бросать. Хотя несколько раз, честно скажу, хотела бросить. Слишком такая кропотливая оказалась работа. Сложно. Сложность непривычки. Но мне понравилось, что получается. Очень милая такая лягушечка. Я хочу связать еще божью коровку обязательно. Может там еще какие-то. Стрекозу, например. Грибочек. Все это очень мило. Очень красиво смотрится. Вот на столе себе поставить. И будет украшать. К тому же говорят, что лягушка. Ну правда не всякая лягушка. А вообще жаба. Это символ богатства. Так что, думаю, я не зря ее связала. На этом я заканчиваю свое видео. Прощаюсь с вами. Впереди у меня еще будет несколько работ связано по этой книге. Которую я обязательно вам покажу. Поделюсь впечатлениями. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну а мы увидимся с вами в моих следующих видеороликах. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok